Всем привет! Это Ольга Чернова, моя огородная азбука. Пусть просят нас огородники, которые не любят собачек, но по многочисленным просьбам тех огородников, для которых собачки, которые любят собачек, я сейчас сниму подробное видео вот об этой малышке, которую купили мы. Потому что много вопросов. Сделана ли прививка? Как ее зовут? Есть ли у нее документы? Проподелили ли мы ее от глистов? Все интересуются жизнью вот этого щеночка. И сейчас я вам расскажу подробно. Вот за этой дверью сидит малыш-кавказеныш. Так, мы сейчас подсмотрим, чем он там занимается. Ты ждешь меня, мой хороший? Ты ждешь меня, мой маленький? Иди сюда. Ты хочешь поиграть? Как только щенок слышит, что дверь открывается, он бежит скорее сюда. Ему здесь скучно на изоляции. Выходить пока нельзя. Там кошку проглистогонили. Пока все, мы ее не проскоррелизуем. Будешь тут сидеть у меня? Будешь тут у меня сидеть? Будешь сидеть тут? Сейчас будем с тобой играть. Я специально ему вот так поставила подушечку к дивану, чтобы он, если захочет, на диван залезти. Сначала на подушку, потом на диван. Потому что он еще маленький, он еще не может сильно высоко. А ему нравится на чем-то на высоком. Ну, не только на полу сидеть, а на чем-то на высоком. Так, сейчас мы тут с тобой будем играть. Так как он рос в большой семье, там в питомнике много щенков, ему, конечно, скучно. Он немножечко один, когда остается, подскуливает. Но вообще муж сказал звать ее она, а не он. Я говорю, ну он щенок. А вообще это она Мэри. И мы с ней, я прихожу, и мы с ней долго-долго заговариваем. И я пытаюсь ее несколько раз за день зайти погладить. Чтобы она не чувствовала себя одинокой. Потому что она же росла в большой семье щеночков. А тут она одна. Ей нравится, когда я ей вот так вот шарю, что-то делаю. Когда я с ней разговариваю. Фу! Они жили в бывшем свинарнике. Их там много-много. И она в опилках там, ну сидели с другими собаками. И от нее пахнет вот этим скотным дуром. Я ей говорю, ты вонючка маленькая. Мы же ее еще не мыли, не стирали, ничего. Стараемся ей лишних пока стрессов не доставлять, никаких изменений, чтобы не было. Потом уже, когда немножко подрастет. Конечно, мы тебя помоем собачьим шампунем. Мы купим тебе, как златки наши покупали, щеточки расчесывающиеся. Ну да, будет чистенькая, будешь хорошенькая. А пока ты маленькая вонючка такая. Ты такая маленькая вонючка. Ты жила в большой семье. У тебя сестренок там много, да? Лабрадориха тебя воспитывала. Кавказская овчарка родила много щенков, а лабрадор родил мало щенков. И хозяйка сказала, что они их разделили поровну. И вот это досталось лабрадорихе. И она жила не со своей мамой, а с лабрадорихой. Оказывается, им все равно с кем. Ее воспитывала лабрадориха. Тебя лабрадориха воспитывала? Вот так, вот так, чесать, чесать. Мэри, Мэри. Марджи, первая леди. Как это может быть леди в свинарнике жить, а? Как ты из свинарника превратилась в леди вдруг, а? Ну как? Ну как? Как ты можешь быть леди, если ты в свинарничке родилась? Ну, Халюся. Халюся. Так, скучно тебе тут? Ничего. Сейчас я пойду что-нибудь делать, работать. А ты будешь играть с красным мячиком? Игрушек пока никаких нет. Мы потом ей купим. Она очень общительная. Она любит, когда я захожу. Она прям... Ну, тю, да. Хорошая такая собачка. Что мне нравится, она по всей комнате никакает, не писает. Правда, леди? Ты ведь правда леди, да? Ну, посмотри в мои глазки. Ты такая красивая. Ты такая красивая. Вчера с Марком знакомилась. Он час от нее не отлипал. Час от нее не отлипал. И говорила ей, мы тебя... Не бойся, мы тебя не обидим. Мы же человеки. Мне так смешно. Он еще не понимает, где надо говорить людям, где человеки. Он сказал, я же человек... Мы же человеки. Да? Мы же человеки. Ты же наш друг. Собака друг человека, а? Собака друг человека. Ну вот, а я и не заметила. Даже во второй день наша леди Мэри опять покакала на пеленочку. Я говорю, мне это так нравится в собаке, что она куда попала, не исправляет нужду. Тут вот видно, что она пописала и покакала. Молодец! Живет Мэри одна, в пустой комнате. Тут раньше вот жил сын. Уже год не живет. Сейчас в этой комнате мы с Катей зимой занимались с расфасовкой семян. Вот, а сейчас здесь маленькая Мэри пока будет проходить изоляцию. У нее здесь подстилочка вон под столом. Чашечка с водой. О, попить захотела. С кислоткой. Одно тут. Кошку не пускаем сюда. Кошка под дверью ходит. С дикими глазами хочет зайти, но мы ее не запускаем. Она поняла, что кто-то поселился в доме. Она уже, как ей, тревожно, но понять не может, что к чему. Ходит и мяучит диким голосом. Тут появится щенуля. Маленькая щенуля. Вот так. Игруля. Ладно, я пошла. Сиди одна. Кто там райет? Кто там райет? Кто такая злая? Кто такая злая? Маленький медвежоночек. Кто такой злой медвежоночек, а? Это моя девочка такая злая. Такая злая. Такая злая. Ну, хоть, хоть! Покажи, какая будешь злая! Покажи, какая злая будешь! Ну, ты будешь маленькой злочкой! Ты будешь маленькой из Лючка? Хоть и какую? Ты хочешь лаять учиться уже, да? Ты хочешь учиться лаять? Ой, тихо! Тебе играть надо! Тебе надо играть! Тебе надо играть! Тебе надо играть, играть, играть! Не с кем тебе играть пока. Так, нельзя эти бумажечки? Ну, Мэри, ну нельзя, это твой паспорт. Ты что? Сейчас расскажу о родословной, потому что очень-очень многие люди пишут, что самое опасное, это взять не чистокровную породу, а какую-то смесь, ну, когда не подтверждено документами, что это действительно кавказская овчарка, когда есть там примесь каких-то других собак, как пишут, что потом во взрослом возрасте может выстрелить, он может себя показать как-то. Ну, все боятся, конечно, излишней агрессии или чего-то, потому что все знают про кавказских, вот чистокровных собак, что нет преданнее, нет умнее, нет более понимающей собаки. Вот у нас две собаки было в течение более чем 30 лет, мы жили с кавказскими овчарками, и ласкивые с детьми, и хорошие охранники, и на чужаков агрессивные, а на своих очень добрые. Но это все при условии, если действительно собака чистая, чистокровная, кавказец, и поэтому мы искали именно с документами, поэтому, не найдя в своем городе, мы поехали в дальний город Новосибирск, вот 380 километров мы в тот день отмотали, и собака измучилась, и мы... Но зато я нашла именно то, что я хотела. Сейчас покажу документы на нашего щеночка, но пока что это метрика щенка, но все равно... Ой, когда мне пишут, что надо было покупать, ну как, искать с кинологом, но у нее такие документы, что уже кинолог не нужен, тут и штамп клуба кинологического Новосибирского, вот видите, это мы не просто в подворотне взяли, мы взяли в частном питомнике, и тут указано, что именно кавказская овчарка, вот ее имя, Марджа Первая Лидия, но все знают, кто имеет собак с документами, что официальное имя одно, а в жизни мы называем совсем по-другому, среди... Ну, сейчас с тобой буду играть, сейчас она хочет, чтобы я с ней разговаривала, а не с вами. Попробовали научить внука выговаривать Марджи, он не может, три согласных вместе, зовем Мэри. И вот данные, про отца, про маму, кто заводчик, короче, про все, и, конечно же, вот спрашивают, прививки или нет, вот паспорт, да ты не грези ты, смотрите, что творит, паспорт, первая прививка, вот эта поливакцина Мультикан сделана, и теперь 19 числа мы будем делать ей вторую прививку, и поэтому до этого времени наш щенок сидит в изоляции, и это очень важно знать людям, кто вот собирается вырастить маленького такого щеночка, породистого, ценного, и с материальной точки зрения, и вот так вот, как просто он ценен сам по себе, что только через 10 дней после повторной вакцины, только тогда у него иммунитет будет крепким, только тогда можно с ним вместе гулять по улице, можно его куда-то выпускать в общие помещения, вот мы сейчас видите, она сидит в изоляции, кто-то спрашивает, как же, как кошка приняла его, да никак, они еще не виделись, мы не позволяем им встречаться, кошка тоже у нас получила средство антигельминное, ну то есть тоже проглистогонили, они же ходят на улице кошки, и у них тоже могут быть глисты и всякая зараза, вот кошка сейчас пока не станет стерильной, им нельзя встречаться, и вообще мы даже в общий вот этот зал ее не выпускаем, потому что там еще рыжий у нас, не можем найти рыжего, чтобы проглистогонить его тоже, и пока не сделаем вторую прививку, пока не отчитаю 10 дней от повторного вот этого вакцинирования, никуда наша мэри, ни на улицу, никуда не пойдет, потому что у нас еще там есть другая собака, вдруг ветром принесет какую-нибудь бациллу нам, микробик, а мы будем беречь нашу маленькую мэри, наша маленькая мэри должна быть здоровая, вот это о прививках и о паспорте, и еще у нас в городе, мы об этом конечно ни разу не видели и не слышали, но наша мэри официально, ой-ой, я сейчас покажу, подожди мэри, официально чистокровная собака, о чем свидетельствует, сейчас хотела показать клеймо, она заклейменная у нас, ой, подожди мэри, и если она потеряется, если куда-то она денется, мы всегда ее по клейму, сейчас подождите, вот-вот-вот, никак не могу, ну покажи ножку, ну покажи свою татуировочку, на вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, видите татуха у нее, о, это значит, что это настоящая кавказская овчарка, все, хорошая, хорошая девочка, ты маленькая моя поросюшечка, а тебе поросеточками пахнет, ты не похожа на кавказскую овчарку, ты жила в свинарничке, да? Тимах, лёзы. Ну еще, в дополнение к тому, что она чистокровная кавказская овчарка, что у нее и порода, и документы, и паспорт, и все, она такая милашка, это же мягкая игрушка, это мягкая игрушка, это мягкая игрушка, теперь даже в огород неохота идти работать, охота играть, и играть с маленькой мэри, и тем более жалко, что ей здесь скучно одной, она с мячиком вдвоем тут, бегают, посмотри, все скажет, до свидания. Такие лапы, у нас такие лапы тигровые.